Николай Васильевич Гоголь. Театральный разъезд. После представления новой комедии. В сене театра, с одной стороны видны лестницы, ведущие в ложи и галереи, посередине вход в кресло и амфитеатр. С другой стороны выход. Слышен отдаленный гул рукоплесканий, но вначале небольшая импровизация в качестве овертюры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Автор пьесы Субтитры создавал DimaTorzok Ах, вот, наконец, и крики, и рукоплескания. Да, весь театр гремит. Вот слава. Боже, как бы забилось назад. Тому лет семь, восемь, мое сердце. Как бы встрепенулось во мне. Но это было давно. Я был тогда молод. Дерзно мыслен, как юноша. Благ просил, не давший вкусить мне тогда ранних восторгов и хвал. Теперь на разумный холод лет умудрит хоть кого. Ну, знаешь, наконец, что рукоплескание еще немного значит и готовы служить всему наградой. Актер ли постигнул всю тайну души и сердце человека? Танцор ли добьется уменья выводить вензеля ногами? Фокусник ли всем им гремит, всем рукоплескание? Голова ли думает, сердце ли чувствует? Звучит ли глубина души? Работают ли ноги или руки, перевертывающие стаканы? Все покрывается равным плесками. Нет, ни рукоплескание я бы теперь желал. Ну, я бы желал теперь вдруг переселиться в ложе, в галереи, в кресло, в райок. Проникнуть всюду, услышать все мнения и впечатления, пока они еще девственны и свежи, пока еще не покорились толком и суждением знатоков и журналистов, пока кавиты под влиянием своего собственного суда. Мне это нужно. Я комик. Все другие произведения и роды подлежат суду немногих. Один комик подлежит суду всех. Над ним всякий зритель уже имеет право. Всякое вызвание человек уже становится судьей его. Но как бы хотел я, чтобы каждый указал мне мои недостатки и пороки. Пусть даже посмеется он до мной. Пусть недоброжелательство правит устами его. Пристрастие, негодование, ненависть, все что угодно. Но пусть только произнесутся эти толки. Не может без причины произнестись слово. И везде могут зараниться искры правды. Тот, кто решится указать смешные стороны другим, тот должен разумно принять указания слабых и смешных собственных сторон. Попробую. Останусь здесь, в синях, во все время разъезда. Нельзя, чтобы не было толков о новой пьесе. Человек под влиянием первых впечатлений всегда жив и спешит им поделиться с другим. Вот отойду в сторону. Идут несколько приличных одетых людей как раз. И один говорит другому. А? Послушаем. Выйдем лучше теперь играться. Будет незначительный водивиль. Оба уходят. Два камильфо. Плотного свойства сходит с лестницы. Первый камильфо. Ну, хорошо, если бы полиция недалеко отогнала мою карету. А как зовут эту молоденькую актрису? Ты не знаешь? Второй камильфо. Нет. А очень не дурна. Первый камильфо. Да, не дурна. Но все чего-то еще нет. Да, рекомендую. Новый ресторан. Вчера нам подали свежий зеленый горох. Прелесть. Уходят оба. Бежит офицер. Другой держит его за руку. Другой в зерда останемся. Нет, брат. Нет, на водивиль и калачом не заманишь. Знаем мы эти пьесы, которые даются на закуску. Лакеи вместо актеров, а женщины урод на уроде. Светский человек, щеглеватый одетый, сходя с лестницы. Их плут портной притесно сделала мне панталоны. Все время как бы страх неловко сидеть. За это я намерен его проволочить. Это годика два не заплачу долгов. Уходят. Тоже светский человек поплотнее. Говорит с живостью другому. Никогда, никогда, поверь мне, он с тобой не сядет играть. Меньше как по полтора-сто рублей, Роберт. Он не играет. Я знаю это хорошо. Потому что Шурин, мой Пафнутев, всякий день с ним играет. Автор пьесы про себя. Да. И все еще никто ни слова о комедии. Чиновник средних лет, выходя с растопыренными руками. А просто черт знает, что такое. Такое, такое, этакое. И это ни на что не похоже. Господин, несколько беззаботный насчет литературы, обращаясь к другому. Ведь это, однако же, кажется, перевод другой. Да помилуйтесь, что за перевод действий происходит в России, наши обычаи и чины даже. Господин беззаботный насчет литературы. А я помню, однако же, было что-то на французском. Не совсем, но в этом роде. Оба уходят. Один из двух зрителей, тоже выходящих вон. А теперь еще ничего нельзя знать. Погоди, вот что скажут в журналах. Вот тогда узнаешь. Две бекеши, одна другой. Ну как вы? Я бы желал знать ваше мнение о комедии. Другая бекеша делает значительное движение. Губами. Ну, конечно, нельзя сказать, чтобы не было этого самого в этом своем роде. Ну, конечно же, кто же против этого и стоит, чтобы опять, ну, как это сказать. Ну, не было бы. Ну, где уж, так сказать, а, впрочем, черт его знает. Автор про себя. Ну, эти еще пока немного сказали. Толки ж, однако, будут, я вижу. Он впереди горячо размахивает руками. Два офицера. Один. Я еще никогда так не смеялся. Другой. Я полагаю, отличная комедия. Первый. Ну, нет, посмотрим еще, что скажут в журналах. Нужно подвергнуться суду. Критики. Смотри, смотри. Второй. Что? Первый указывает пальцем на одного из двух ведущих по рестнице. Литератор. Второй. Который? Первый. Ну, вот этот. Послушаем, что будет говорить. Второй. А кто с ним? Не знаю, неизвестно, какой человек. Оба офицера постараниваются и дают им место. Неизвестно, какой человек. Я не могу судить относительно литературного достоинства, но мне кажется, есть остроумные заметки. Остроум. Остроум. Литератор, помилуйте, что ж тут остроумного? Что за низкий народ выведен? Что за тон? Шутки самые плоские. Просто даже сайны. Неизвестно, какой человек. А это другое дело. Я и говорю, в отношении литературных достоинств я не могу судить. Я только заметил, что пьеса смешна. Доставила удовольствие. Литератор. Да не смешна. Помилуйте, что ж тут смешного? И в чем удовольствие? Сюжет невероятнейший. Все несообразности. Ни завязки, ни действия, ни соображений никакого. Неизвестно, какой человек. Но да я не против того. Я не говорю ничего. В литературном отношении, как в литературном отношении, она не смешна. Но в отношении, так сказать, со стороны, у меня есть литератур. Да что ж есть, помилуйте. Этого даже и нет. Ну что за разговорный язык? Кто говорит этак в высшем обществе? Ну скажите сами. Ну говорим ли мы с вами этак? Неизвестно, какой человек. Это правда. Это вы очень тонко заметили. Именно я вот сам про это думал. В разговоре благородства нет. Все лица, кажется, как будто не могут скрыть низкой природы своей. Это правда. В литератур. Ну, а вы еще хвалите. Неизвестно, какой человек. Да кто ж хвалит? Я не хвалю. Я сам теперь вижу, что пьеса вздор. Но ведь вдруг нельзя все этого узнать. Я не могу судить в литературном отношении. Оба уходят. Еще литератор. Входит в сопровождение слушателей, которым говорит, размахивая руками. Поверьте мне, я знаю, это дело отвратительная пьеса, грязная, грязная пьеса. Нет ни одного лица истинной, а все карикатуры. В натуре нет этого, поверьте мне. Нет, я лучше знаю. Я сам литератор. Говорят, живость, наблюдение. Да ведь это все вздор. Это все приятели. Приятели хвалят. Все приятели. Я уж слышал, что его чуть ли не фанвизины суют. А пьеса просто недостойна даже быть названа комедию. Фарс. Фарс, да, и фарс самый неудачный. Эх, последние пустейшие комедии, как о ЦБУ. Сравнение с нею. Мунблан перед Пулковской горою. Я им это всем докажу. Докажу математически, как два в Д2. Просто друзья и приятели захвалили его не в меру. Так вот он уж теперь чай думает себе, что он чуть ли не шекспир. А у нас всегда приятели хвалят. Вот, например, и Пушкин. Отчего же вся Россия теперь говорит о нем? Все приятели. Кричали, кричали. А потом, если за ними вся Россия стала, кричат. Уходят вместе с слушателями. Оба офицера поддаются вперед и занимают их места. О, это справедливо. И это совершенно справедливо. Именно фарс. Эх, я это и прежде говорил. Глупый фарс, поддержанный приятелями. Я, признаюсь, на многое даже отвратительно было смотреть. Второй, Дэвид Тэш говорил, что еще никогда так не смеялся. Но это же опять другое дело. Ты не понимаешь. Тебя нужно растолковать. Тут что в этой пьесе? Во-первых, завязки никакой. Действий тоже нет. Нет, соображения решительно никакого. Все невероятности, причем все карикатуры. Двое других офицеров позади. Один другому. Кто ж это рассудит, кажется, из ваших? Другой заглянул сбоку в лицо рассуждающего, махнул рукой. Первый. Что? Глуп? Второй. Нет. Не то чтобы. У него есть ум, но сейчас по выходе журнала, а запоздала выходом книжкой. И в голове ничего. Ну, однако ж пойдем. Два любителя искусств. Первый. Я вовсе не в числах тех, которые прибегают только к словам. Грязная, отвратительная, дурного тона и тому подобное. Это уже доказанное почти дело, что такие слова в большей части исходят из уст тех, которые сами, очень сомнительного тона. Толкуют о гостиных и допускаются только в передние. Но не об них речь. Я говорю насчет того, что в плеси точно нет завязки. Второй. Ну да, если принимать завязку в том смысле, как ее обыкновенно принимают, то есть в смысле любом на интриги, так ее точно нет. Но, кажется, уже пора перестать опираться до сих пор на эту вечную завязку. Стоит взглядеться пристально вокруг. Все изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму. Стремление достать выгодное место. Блеснуть и затмить все, что бы не стало. Другого. Отомстить за пренебрежение. За насмешку. Ну, не более теперь имеет электричество чин, денежный капитал, выгодная женитьба, ну, чем любовь. Первый. Ну, все это хорошо, но в этом отношении все-таки я не вижу в пьесе завязки. Второй. Я не буду теперь утверждать, есть ли в пьесе завязка или нет. Я скажу только, что вообще ищут частные завязки и не хотят видеть общий. Люди простодушно привыкли уже к этим беспрестанным любовникам. Без женитьбы, которых никак не может окончиться пьеса. Ну, конечно, это завязка. Но какая завязка? Точный узелок на уголке платка. Нет. Комедия должна вязаться сама собою, всей свою массою. Один большой общий узел. Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два. Коснуться того, что волнует более-менее всех действующих лиц. Тут всякий герой. Течение и ход пьесы производят потрясение всей машины. Ни одно колесо не должно оставаться, как ржавое и не входящее в дело. Первый. Но все же не могут же быть все подряд героями. Один или два должны управлять другими. Ну, совсем не управлять, а разве преобладать. И в машине одни колеса заметней и сильней движутся. Их можно только назвать главными. Но правит пьесою идея, мысль. Без нее нет в ней единства. А завязать может все. Самый ужас, страх, ожидание. Гроза, идущая вдали закона. Но это, выходит уж, придавать комедии какое-то значение более всеобщее. Да. А разве не есть? Это ее самое прямое и настоящее значение. Уж в самом начале комедия была общественным, народным созданием. По крайней мере, такое показал ее сам. Отец ее Аристофан. О-о-о! После уже она вошла в узкое ущелье частной завязки. Внесла любовный ход. Одну и ту же непременную завязку. Зато как слаба эта завязка у самых лучших комиков. Ну, как ничтожные эти театральные любовники с их картонной любовью. Третий, подходя и ударив слегка его по плечу. Ты не прав. Любовь, так же, как и другие чувства, может тоже войти в комедию. А я не говорю, чтобы она не могла войти. Но только и любовь и все другие чувства, более возвышенные, тогда только произойдут высокое впечатление. Когда вот развитый во всей глубине, занявшись ими, неминуемо должно все пожертвовать всем прочим. Все то, что составляет именно сторону комедии, тогда уже побледнеет. И значение комедии общественной непременно исчезнет. А стало быть, предметом комедии должно быть непременно низкое. Комедия выйдет уже в низкий рот. Ну, для того, кто будет глядеть на слова, а не вникать в смысл, это так. Ну, разве положительное и отрицательное не может послужить той же цели? Разве комедии и трагедии не могут выразить ту же высокую мысль? Разве все до малейшей излучной души подлого и бесчестного человека не рисует уже образ честного человека? Разве это накопление низости, отступление от законов и справедливости не дает уже ясно знать, чего требует от нас закон? Долг и справедливость. В руках искусного врача и холодная, и горячая вода лечит срамным успехом. Одни и те же болезни. В руках таланта все может служить орудием к прекрасному, если только правиться высокой мыслью. Послужить прекрасному. Четвертый подходя. Что может послужить прекрасному? О чем тут у вас толки? Да спор завязался у нас, о комедии. Мы все говорим о комедии вообще, и никто еще не сказал ничего о новой комедии. Что вы скажете? А я вот что скажу. Виден талант, наблюдение жизни, много смешного, верного, взятого с натуры. Но вообще во всей пьесе чего-то не хватает, чего-то нет. Как ты не видишь ни завязки, ни развязки. Странно, что наши комики никак не могут обойтись без правительства. Без него у вас не развяжется ни одна комедия. Третье. Это правда. А впрочем, с другой стороны, это очень естественно. Мы все принадлежим правительству. Почти все служим. Интересы всех нас более или менее соединены правительством. Стало быть, не мудрено, что это отражается в созданиях наших писателей. Четвертый. Так. Так. Ну и пусть эта связь будет слышна. Но смешно то, что пьеса никак не может кончиться без правительства. Оно непременно явится, точно неизбежный рок в трагедиях у древних. Второй. Ну, видите, стало быть, это уже что-то невольное у наших комиков. Стало быть, это уже составляет какой-то отличительный характер нашей комедии. В груди нашей заключена какая-то тайная вера в правительство. Ну, что ж, тут нет ничего дурного. Дай Бог, чтобы правительство всегда и везде слышало призвание свое. Быть представителем проведения на земле. И чтобы мы веровали в него, как древние веровали в рок, настигавший преступление. Пятый. Здравствуйте, господа. Я только и слышу слово правительство. Комедия возбудила крики и толки. Второй. Поговоримте лучше пока об этих толках и криках у меня, чем здесь в театральных сценях. Уходят. Несколько почтенных и прилично одетых людей появляется один за другим. Номер один. Так-так, я вижу, это верно. Это есть у нас и случается в иных местах и похуже. Но для какой цели? К чему вы водите это? Вот вопрос. Зачем эти представления? Какая польза от них? Вот что разрешите мне. Что мне нужно знать, что в каком-то там месте есть плуты. Я просто не понимаю надобности таких представлений. Номер два. Нет, это не осмеяние пороков. Нет, это отвратительная насмешка над Россией. Вот что. Это значит выставить в дурном виде само правительство. Потому что выставлять дурных чиновников и злоупотребления, которые бывают в разных сословиях, значит выставить самое правительство. Просто даже не следует дозволять таких представлений. Уходит. Входит господин А и господин Б. Люди немаловажных чинов. Господин А. Я насчет этого говорю напротив. Злоупотребление нам нужно показывать. Нужно, чтобы мы видели свои проступки. Я ничуть не разделяю мнений других чересчур разгорячевшихся патриотов. Но только мне кажется, что не слишком ли много здесь чего-то печального? Господин Б. Я бы очень хотел, чтобы вы услыхали замечание одного очень скромно одетого человека, который сидел возле меня в креслах. А. Вот он сам. Кто это? Именно этот очень скромно одетый человек. Мы с вами не кончили разговора, который надо было бы так для меня интересно послушать. Очень скромно одетый человек. А я, признаюсь, очень рад продолжить его. Сейчас только я слышал толки. Именно, что это все неправда. Что это насмешка над правительством. Над нашими обычаями. И что это не стоит вовсе представлять. Это заставило меня мысленно припомнить и обнять всю пьесу. И, признаюсь, выражение комедии показалось мне теперь еще даже замечательным. В ней, как мне кажется, сильней и глубже всего поражено смехом. Лицемерие. Благопристойная маска. Под которой является низость и подлость. Плут, корчащий рожу благонамеренного человека. Признаюсь, я чувствовал радость, Видя, как смешны благонамеренные слова в устах плута. И какома зрительность смешна стала всем от кресел до райка надетая им маска. И после этого есть люди, которые говорят, что не нужно выводить этого на сцену. Я слышал одно замечание, сделанное, как мне показалось, впрочем, довольно порядочным человеком. А что скажет народ, когда увидит, что у нас бывают вот такие злоупотребления? Господина, признаюсь, вы, извините меня, но мне самому тоже невольно представился вопрос. Да, а что же скажет народ наш, глядя на все вот это? Очень скромно одетый человек. Что скажет народ? Постаранивается, проходят двое в армяках, синий армяк серому. Небось, прыткие были воеводы, а все побреднели, когда пришла царская расправа. Оба выходят вон. Очень скромно одетый человек. Вот, что скажет народ. Вы слышали? Грузин, а что? Очень скромно одетый человек. Ну, скажет? Небось, прыткие были воеводы, а все побреднели, когда пришла царская расправа. Слышите ли, как верен естественным чувствам и чутью человек? Как верен самый простой глаз, если он не отуманен теориями и мыслями, надерганными из книг, а отчерпят их из самой природы человека? Да разве это не очевидно, ясно, что после такого представления народ получит более веры в правительство? Для него нужны такие представления. Пусть он отделит правительство от дурных исполнителей правительства. Пусть видит он, что злоупотребление происходит не от правительства, а от непонимающих требований правительства. От не хотящих ответствовать правительству. Пусть он видит, что благородно правительство, что бдит ровно над всеми его недремлящие око, и что рано или поздно настигнет оно извинивших закону, чести и святому долгу человека. Что побледнеют перед ним имеющие нечистую совесть. Да, эти представления ему должно видеть. Но поверьте, что если и случится ему испытать на себе прижимки и несправедливости, он выйдет утешенный после такого представления с твердой мыслью, верой, в недремлющий выше закон. Мне нравится тоже еще замечание. Народ получит дурное мнение о своих начальниках. То есть они воображают, что народ только здесь, в первый раз, в театре, увидит своих начальников, что если дома какой-нибудь плут староста сожмет его в лапу, так этого он никак не увидит. А вот как пойдет театр, так тогда и увидит. Ну, а неправда народ нас считает глупее бревна. Да, глупым до такой степени, что будто уж он не в силах отличить. Который пирог с мясом, а который с кашей. Нет, теперь мне кажется даже хорошо, что не выведен на сцену честный человек. Самолюбив человек, выстави ему при множестве дурных сторон одну хорошую, он уж гордо выйдет из театра. Нет, хорошо, что выставлены одни только исключения и пороки, которые колют теперь до того глаза, что не хотят быть их соотечественниками. Стыдятся даже сознание, что это может быть. Господина, но неужели, однако, существуют у нас точь-точь такие люди, очень скромно одетый человек. Позвольте сказать вам, ну, а это вот что. Я не знаю, почему мне всякий раз становится грустно, когда я слышу подобный вопрос. Я могу с вами говорить откровенно, в чертах лиц ваших. Я вижу что-то такое, что располагает меня к откровенности. Человек прежде всего делает запрос. Неужели существуют такие люди? Но когда было видно, чтобы человек сделал такой вопрос, неужели я сам чист вовсе от таких пороков? Никогда. Никогда. Да вот что я. Я буду с вами говорить прямодушно. У меня доброе сердце, любви много в моей груди, но если бы вы знали, каких душевных усилий и потрясений мне было нужно, чтобы не впасть во многие порочные наклонности, в которые впадаешь невольно, живя с людьми. И как я могу сказать теперь, что во мне нет в сию минуту тех самых наклонностей, в которых только что посмеялись, назад тому десять минут. Все, над которыми я сам посмеялся. господин А. После некоторого молчания. Ну, признаюсь, над вашими словами призадумаешься. И когда я вспомню, представлю себе, как гордым сделал нас европейское наше воспитание, а вообще, как скрыло нас от самих себя, как высока, с каким презрением глядим мы на тех, которые не получили подобной нам наружной полировки, как всякий из нас ставит себя чуть не святым, а о дурном говорит вечно в третьем лице, то, признаюсь, невольно становится грустно на душе. Но, простите мою нескромность, вы, впрочем, виноваты в ней сами. Позвольте узнать, с кем я имею удовольствие говорить. Очень скромно одетый человек. Ну, я не более, не менее, как один из тех чиновников, в должности которых выведены были лица комедии. И третьего дня только приехал из своего городка. Господин Б. я бы мог не думать этого. И неужели вам не кажется после этого обидно жить и служить с такими людьми? Очень скромно одетый человек. Обидно? А вот что я вам скажу на это. Признаюсь, мне приходилось часто терять терпение. В городке нашем не все чиновники с честного десятка. Часто приходится лезть на стену, чтобы сделать какое-нибудь доброе дело. Уж несколько раз хотел было и обросить службу. Но теперь именно после этого представления я чувствую свежесть и, если тем новую силу продолжать свое поприще. Я утешен уже мыслью, что подлость у нас не остается скрытой. Или что подворствуем мы, что там ввиду всех благородных людей она поражена осмеянием. Что есть перо, которое не укоснит обнаружить низкие наши движения. Хотя это не льстит национальной нашей гордости, и что есть благородное правительство, которое дозволит показать это всем, кому следует, в очи. И уж это одно даст мне рвение продолжать мою полезную службу. Господин А, позвольте сделать вам одно предложение. Я занимаю государственную должность довольно значительную. Мне нужны истинно благородные и честные помощники. Я вам предлагаю место, где вам будет обширное поле действия, где вы получите несравненное более выгод и будете на виду. Очень скромно этот человек позвольте мне от всей души и от всего сердца поблагодарить вас за такое предложение, и вместе с тем позвольте отказаться от него. Если я уже чувствую, что полезен своему месту, то благородно ли с моей стороны его бросить? И как я могу оставить его, не будучи уверен твердо, что после меня не сядь какой-нибудь молодец, который начнет делать прижимки? если это предложение сделанное вами в виде награды, то позвольте сказать вам, я аплодировал автору пьесы наравне с другими, но я не вызывал его. Какая ему награда? Пьеса понравилась, хвалили ее, а он так и выполнил свой долг. У нас правда того дошло, что не только по случаю какого-нибудь подвига, но просто, если только иной не нагадит никому в жизни и на службе, то уже считает себя Бог весь каким добродетельным человеком. Сердится, наверное, если не замечают и не награждает его. Помилуйте, говорит, я целый век честно жил, совсем почти не делал подлости, как же мне не дают ни чина, ни ордена. Нет, там никто не в силах быть благородным без поощрения. Нет, не верю я его благородству, не стоит гроша его мышиное благородство. Господина, ну, по крайней мере, вы мне не откажете в вашем знакомстве. Простите мою неотвязчивость, вы сами видите, что она есть следствие моего искреннего уважения. Дайте мне ваш адрес. очень скромно одетый человек. Ну, вот вам мой адрес, но будьте уверены, что я не допущу вас им воспользоваться. И завтра же поутру сам явлюсь к вам. Извините меня, я не воспитан в большом свете и не умею говорить, но встретить такое великодушное внимание в государственном человеке. Ммм, такое стремление к добру, дай бог, чтобы всякий государь был окружен такими людьми. Поспешно уходит. Господина, переворачиваю рука карточку. Я смотрю на эту карточку, и на эту неизвестную мне фамилию. И как-то полно становится на душе моей. Это вначале грустное впечатление рассеялось само собою. Да хранит тебя Бог наша мало знаемая нами Россия. В глуши, в забуд, в забытом углу твоем, скрывается подобный пероу. И вероятно он не один. Они как искры золотой руды, рассыпаны среди грубых и темных ее гранитов. Есть глубоко утешительное чувство всем явлении, и душа моя осветилась после встречи с этим чиновником, как осветилась его собственной после представления комедии. Ну, прощайте, благодарю вас, что вы доставили мне эту встречу. Уходит. Господин В, подходя к господину В, а кто это был с вами? Кажется, он министр, а? Помил тебе братец. Ну, что же это такое? Что же в самом деле? Что? Ну, как же как же выводить-то? Ну, а почему бы и нет? Да, сами посудите. Ну, как же это право? Все пороки, да пороки. Ну, какой пример подаст это зрителям? Да, разве пороки хвалятся? Ведь они же выведены на смеяние. Ну, да, все, брат, как ни говори, а уважение. Ведь через это теряется уважение к чиновникам и должностям. Уважение не теряется ни к чиновникам, ни к должностям, а к тем, которые скверно исполняют свои должности. Позвольте, однако же, заметить все это некоторым образом уже есть оскорбление, которое более-менее распространяется на всех. И именно вот это я и сам хотел ему заметить, что именно оскорбление, которое распространяется, теперь, например, выведут какого-нибудь титулярного советника, а потом, пожалуй, выведут и действительно статского советника. Господин Бен, ну так что ж, личность только должна быть неприкосновенна. А если я выдумал собственное лицо и придал ему какие-то пороки, какие случаются между нами и дал ему чин, какой мне вздумалось, хоть бы даже и действительного статского советника и сказал бы, что это действительный статский советник, не таков, как следует, что ж тут такого? Разве не попадается гусь и между действительными статскими советниками? но уж брат это ты слишком. Как же это может быть гусь? Действительный статский советник? Ну пусть еще титулярный, но это уж слишком. Зачем выставлять дурной, зачем же не выставлять хорошее достойное подражание? Зачем? Странный вопрос. Зачем? Много можно сделать о таких зачем? Зачем один отец, желая сторнуть своего сына, из беспорядочной жизни не тратил слов и наставлений? Зачем?